Добрый день, наши дорогие любители шитья! Вы на канале Шьем с Ириной Варт. Последнее время мы, конечно, больше обозреваем, нежели шьем, но я так думаю, за предыдущие годы мы нашли так много и актуального по сей день, что можно пользоваться и сейчас. К сожалению, времени катастрофически нет, я напомню, что она и живет в другом городе, и нам снимать очень сложно. Так, очень сложно работать вместе, потому что разные города. Так, ладненько, теперь приступим к Патронес, наш любимый журнал, но, честно скажу, на этот раз он меня не порадовал. Обложка яркая, все цветастое, все летнее, яркое, только этим и радует. Ну, уже у нас все мысли об осени, честно говоря, может, поэтому уже для меня не так интересно смотреть летний журнал, потому что я уже вся в осени, уже в думах о группе изюм, что мы будем там осеннего шить. Так, ладненько, давайте посмотрим все-таки. Так, вот это первое платье мне нравится. Да, вот было бы это в начале лета, я обязательно бы шила тебе такое платье. Очень мне оно не нравится, не знаю, как там, что там с выкройкой, а платье Валентина. Цвет радует именно вот в этом образе. Ну, конечно же, черные ботинки, грубовато, но стильно. Вот что я хочу сказать. Народ наш, конечно, настолько, как вам сказать, упрям в своих представлениях, что трудно, трудно переубедить народ, что это стильно, это красиво, потому что народ не смотрит показы, интересуется модой, не знаю, какой модой, какой-то своей местечковой модой. Так, это я, лирическое отступление. Я наблюдательный человек, я люблю молчать и наблюдать. Странно, да, что я люблю молчать? Вообще, я по жизни вообще не многословный человек, поэтому мне и говорить сложно, но надо. Так, ладненько, вот это платье, образы для отпуска. Ну, у некоторых может случиться отпуск еще в сентябре. Так что это платье вполне может быть актуальным. Ну, сказать, что я от него в восторге, я не могу. Такое, знаете, платье для деревенской девушки. Вот, ну, не обижайтесь на меня, девочки. Есть сейчас гораздо более интересные фасоны, а расцветка мне, в принципе, нравится. Ну, подсолухи. И для этой девушки можно шить что-то более стильное. Ну, я не знаю. Я, вот эти платья, они уже настолько надоели. Рукав сидит плохо. Ну, в принципе, допустимо, но тут требуется корректировка. И вот если посмотреть, да, в профиль, то и платье, и лифт тоже. Либо это задумано так, либо это плохая посадка. Так, я сейчас буду критиковать, как всегда, но я думаю, что это конструктивная критика. И тем, кому действительно нужно, это полезно. А тем, кто хочет просто прокомментировать, ну, их право. Так, дальше идет эта блуза. Опять, девочки, скажу, что сейчас так много интересных фасонов блуз, что вот возвращаться к этой такой вот крестьянской теме сейчас, ну, не знаю. Можно, конечно, если у вас, если у вас, не знаю, много разных блуз, можно одну такую и шить. Ну, мне не нравится тут ни качество исполнения, ни вообще ничего не нравится. Вот эти навесные петли, знаете, девочки, есть определенный стиль, где такие навесные петли уместны. Но часто их используют, ну, не по делу. Я не знаю, как это объяснить, но вот это было бы понятно, если регулярно следили бы за вообще новшествами в моде. И тогда бы понимали, что к месту, что не к месту. Так, а тут вот хорошая выкройка юбки с запахом, да, из льняного полотна, раскрешенная книзу с запахом среди завязки на талии. Тут не видно ее, может, где-то дальше будет. Сам силуэт юбки замечательный. Вот эта юбка самая комплементарная для любой фигуры. Так, про блузу я сказала. Так, ладненько. Дальше брюки идут, брюки, конечно, вот широкие. Но, наверное, об этих брюках, о таких брюках, девочки, меня спрашивали в Телеграме, что делать, чтобы не было такого эффекта ни сбоку, ни вот по внутреннему, по шаговому шву. Ну, это дефект, во-первых, кроя изначально, во-вторых, строчки технологий, да, а в-третьих, того, что эта ткань вот та самая крэш. Казалось бы, да, легко шить из нее, недостатков не видно, она там не мнется и все прочее. Ну, тряпочкой она выглядит, это однозначно. У нас какая-то непонятная любовь у девочек вот к таким тканям, к тряпочкам, которые выглядят, ни форму не держат. Особенно, когда фактура, вот подобная фактура, как у девушки, девушки, ну, у нее просто красавица писаная, и она достойна более стильных изделий. А она оделась как на дачу. Мне это и блузы не нравится, хотя таких блуз было много летом, да, может быть, уже примелькалось, и мне неинтересно. А в брюках очень много недостатков по шеве. Вот тянет и этот шов, и этот шов. Хорошо вы купили вот эту ткань, которая крэш, которая, да, уютная может быть, да, такая расслабленная. Ну, казалось бы, легко сшить, но тут очень много нюансов. Для того, чтобы, а, написано, легко сшить, да, легко сшить. Вот так шить легко, чтобы вот такой вот подол был, то есть, ну, низ брюк был, это легко сшить. Но как это потом будет выглядеть, в глаза бросается вот этот вот косяк. Когда это масс-маркет, понятно, там несколько настилов делают, да, и там добиться такого качества, как, например, в индивидуальном пошиве, где всё по ниточке, да, я показываю, всё по ниточке. Трудно, но когда вы шьёте индивидуально, ну, тут тоже ж, наверное, шили индивидуально, не заметить этих явных недостатков, ну, я не знаю. В журнале мод, на минуточку, в журнале по шитью, это не масс-маркет, а это журнал по шитью, и шили для того, чтобы демонстрировать там, где демонстрируют моду. Топ, ну, самые, кстати, вот такие топы, они должны быть разных расцветок, разных фактур, потому что вот, например, мы шили там, не знаю, какие-то красивые брюки, и тут возникает вопрос. Брюки сами по себе очень хороши, они как бы солируют в комплекте, но с чем их носить? И вот, когда есть несколько таких вот топов, то всегда, извините, проблема решаема. Поэтому надо шить, вот блузка, мне нравится легко шить, из шёлка, да, тут или что, здесь не написано какая ткань, но она может быть из шёлка, ну, такая приятная, из вискозы, приятная к телу ткань, не держащая форму. Юбка красивая, юбки сейчас на пике популярности, вот для моря, да, ну и тут, видите, я не поняла, это задумка такая, нижняя, а, нижняя мини-юбка, то есть мини-юбка и сверху, ну, по типу парео. Ну, симпатичная задумка для лета и для отпуска. А вот бижутерия здесь неуместна, вот это вот как-то сразу, да, место получается, всё. Так, блузка, блузка симпатичная, мне нравится очень принт, такой напоминающий, да, узбекский орнамент. Этнический мотив, ну, всё правильно, нравятся мне вообще такие принтованные ткани, именно вот такие мне нравятся. Блузка хорошо сидит, укороченная блуза, самая, что именно есть такая универсальная воротничок, да, тут такой. И шорты, ну, шорты тоже, тоже хороши. Так, всё время думаем, что это для, то есть помним, что это для отпуска, да. Дальше идёт блузка, которая универсальная, я такие люблю, но в данном случае вот она завязывается. Ну, тоже так уж много у нас этих блуз, что хочется чего-то посвежее. Вот здесь явный, видите, явный, а, она просто подвязала по этому. Ну, всё равно здесь, вот я скажу об этом дефекте, да, когда вот пузырь образуется, это очень частый дефект, на это не обращать внимания, когда покупают готовую одежду. Но тут легко для тех, кто шьёт, легко скорректировать. То есть надо вот в кокетке убрать, убрать длину спинки. Особенно если есть кокетка, это сделать очень легко, но вот этот пузырь, он портит весь вид. Вот это симпатичный комбинезон. Вот от души, у кого есть ещё возможность на отпуск, да, будет, то такой комбинезончик симпатичный можно сшить. Комплект мне нравится. Ну, тут, мне кажется, ремень немножко выбивается из общей картины. А, то есть они ремнём подчеркнули вот эти браслеты, это, кстати, модно. Ну, слишком много здесь этой бижутерии в тему. Так, вот, вот это симпатичный комплект. И брючки очень даже симпатичные, я не знаю. Так, выкройка, то есть это джинсы, да, мне нравится. И блуза нравится, что она без рукавов. Такой минималистический, минималистичный комплект для города. Ага, это платьица из хлопчатого бумажного. Ну, вот вы знаете, насколько я не люблю вот этих сборок завышенной талией, да, особенно когда такая фигура красивая, зачем это делать, такое впечатление, что в положении девушка. Ну, вот в данном случае мне нравится. Может, за счёт того, что это фактура такая. Фактура, вот это крыш. Ну, крыш другой, более благородный. Не сравнить с той тряпочкой, вот о которой я раньше сказала. Ну, это такое, с претензией на выход, да, на нарядный выход. Мне это платье нравится. И легко шить, кстати говоря. Ну, всё, что вот корсетное сейчас в моде. И тут линия хорошая, декольте. Опять же, брючки, это уже другие брюки, симпатичные. И выкройка должна быть хорошая. Ну, я уже говорила, что брюки из патроны, они разные. Вот есть те, которые садятся идеально, ну, с некоторыми корректировками, да, особенностей фигуры. А есть те, которые, я вот пробовала что-то, что передняя половинка более-менее подошла, а заднюю половинку пришлось прям на три или на четыре даже размера корректировать. Ну, вот этот комплект мне тоже нравится, начиная от обуви, заканчивая даже сумкой и майкой этой алкоголичкой. И вот этот комплект мне от души понравился. Что жакет, как он сидит, он сидит идеально. Ну, вот я столкнулась с тем, когда шила Люся наш жилет, там хорошо, что дело не дошло до рукавов. Это был жилет, то есть жакет без рукавов. Потому что там такая настолько странная была линия плеча, что я сразу обратила внимание, что ну не может рукав сесть хорошо, когда такая линия плеча. Вот я линию плеча откорректировала, а до рукавов дело не дошло. Но сама основа без рукавов села вообще идеально. Поэтому вот не знаю, как бы было с рукавами, но без рукавов идеальная выкройка была. Это не эта выкройка, но я подозреваю, что эта тоже сядет хорошо. Посмотрите, какие красивые лацканы и такой полуприлегающий силуэт. Мне очень нравится. И тут я так поняла, что необработанный край и идет просто двойная строчка. Оригинально, мне нравится все. И нравится, что это все в одном цвете, и что там майка под блейзером, да? Прелесть. Юбка вообще отдельного браво достойна. Единственное, конечно, блогеры сейчас говорят, что в моде юбки и вообще длина либо мини, либо макси, то есть среднего не дано. Я так думаю, что все-таки это неправда. Некоторым, у кого такие стройные ножки, почему бы не шить такую длину? Либо, если с сапогами, с высокими, широкими голенищем, эту длину тоже можно шить. Главное, чтобы длина юбки перекрывала голенище, либо мини. Ой, очень красивая юбка. Даже мне здесь нравится то, что есть волан отдельно и есть вот это вот чуть-чуть драпировки. И это, наверное, кнопки, да? Нет, пуговицы и петли. Так что, девочки, вот тот случай, когда и романтика, и стиль, и современность, и легкий оверсайз – все в одном комплекте. От души нравится. И обратите внимание, вот сумочка одного цвета, обувь другого цвета. Сейчас модно и так, и разного цвета, и одного цвета. Ой, вот это вот, конечно, ну, блуза, блуза она и есть. Блуза такая свободная более-менее, не оверсайз, но свободного облегания. Ну, вот этот жилет, девочки, сейчас не надо этого шить. Этого наелись несколько лет назад. Мне кажется, вот если вы собираетесь шить жилет, а жилеты сейчас в моде, то можно найти гораздо лучший вариант. Ну, эти брюки здесь, по-моему, совсем не к месту. Они вот цветом, во-первых, обращают на себя внимание. Ну, и мне не нравится это все. Ой, а обувь тут какая, мама дорогая. Эта обувь уже, по-моему, настолько не в моде. У меня есть шикарные туфли, дорогие в свое время, вот подобного плана, и вроде бы они мне идут. Ну, вот когда и с моим ростом платформа нужна и нужна, но не такая. Вот я надеваю, они красивые, но я понимаю, что сейчас я в них буду как-то странно выглядеть. Брюки, они что, на резинке, да? Ну, сами по себе брюки неплохие, может быть, они здесь выбиваются из вообще всей картинки, поэтому вот я так и критикую. А тут спинка еще такая, какой-то воротник, не держащий форму, какой-то он разляпистый. Вот так вот, сегодня и такая. Так, платье, платье из хлопчатобумажного гипера с вышивкой. Красивое платье, мне нравится цвет его. Ну, это классика, и она всегда красивая, и тут она уместная. И ткань сама по себе хороша. И вот этот резинчатый топ, это вообще палочка-выручалочка, потому что сядет на любую фигуру. И завязки, очень грамотно все сделано. Потому что всегда, когда бретели делаешь, есть, когда ты их вшиваешь полностью, да, по передней половинке и по задней. То, особенно я шью-то почти все заочно, и всегда у меня с этим проблемы. Сантиметр больше, сантиметр меньше, чтобы потом не переделывать, потому что здесь аккуратно все заделаешь, и потом приходится выпарывать. А вот такой вариант с завязками, это замечательно. Ну, вот я она и предлагаю, ей завязки не нравятся. А мне бы это гораздо облегчило бы труд. Ну, симпатичный цвет, и какое-то платье симпатичное. Вот сейчас бы Эвелина Хрученко сказала бы, какой-то вялый и невнятный цвет. А мне он нравится. Под глаза девушки. Вот это вот разворот прям порадовал. Этот и... Ой, нет. И вот этот. Прелесть. Дальше вот этот комплект. Я вообще люблю уже кето-кимоно. Не знаю, насколько они сейчас актуальны. Вроде бы актуальны, да, такой а-ля кардиган. Ну, и тут что, видите, задирается полочка. Это понятно, что это дефект посадки. Для меня понятно. Но вот выглядит, как будто бы так и задумано. Для кимоно, я считаю, это допустимо. Это даже какой-то... Какая-то перчинка, что ли, какой-то стиль. Поэтому вот если вдруг у вас так получилось, вот не придирайтесь к себе. Выглядит это замечательно. И комбинезон какой шикарный. Вот комбинезон мне от души нравится. И даже вот эти завязки, вот эти вот заячьи уши, я их называю. Можно и без них, конечно, было бы не хуже. Ну, и они меня не раздражают. А комбинезоны мы полюбили от души, и я их полюбила. Поэтому вот обратите внимание. Кстати говоря, на осень почему нет с рукавом комбинезона? Я так думаю, что те, кто уже раз попробовали, они будут шить себе комбинезоны и летние, и осенние. Дальше платье. Мне девочки сказали, что в патроны, я так поняла, в этом номере много красивых платьев. Я, нет, я не вижу тут красивых платьев. Мне не нравится. И вот это не нравится, и это не нравится. Так, ладно. Да, вот девочки сейчас будут писать, что это за обзор, нравится, не нравится. Ну да, я думаю, что вот именно это и есть обзор. Рассказывать, какие тут линии, мне кажется, смысла нет. Потому что если вы начнете шить, то выкройки будет все ясно, какие тут линии, что из чего проистекает, что во что выливается. Вот здесь вроде бы какой-то интересный крой. Ну так это все платье, футляры, девочки. Ну это тоже такой вчерашний день, вот честное слово. Даже когда я на свадьбах вижу вот эти вот из атласа платья-футляры, атлас этот подчеркивает все неровности фигуры. Я не понимаю, разве это красиво? Особенно когда платье-футляры потом вот в танце, он стесняет движение, выглядит все это некрасиво. Вот это платье тоже вроде бы, ну не скажу, что это актуально, не скажу, что это стильно. Сейчас гораздо больше есть возможности посмотреть что-то интереснее, более современное, стильное. Может быть даже, ну вот у нас как, хорошо сидит. Вот хорошо сидит, значит хорошо. Бывает хорошо сидит, но выглядит как-то очень старомодно. Вот это платье, ну в принципе, если учесть вот весь этот комплект, то такой повседневный, почему нет комплект. Блузка, а это та блузка, которая поверх, да, надевается, и тут бахрома. Ну вот блузка, ничего, может быть, не надо было бы ее так подвязывать. Вот сама по себе блузка мне нравится, но мне немножко смущает вот белый и вот этот кремовое сочетание. Да, это допустимо и модно. Может быть черный здесь вот как-то, ну не идеально, скажем так. А еще знаете, чего я не люблю, скажу вам честно, девочки? Это вроде бы и классический, вроде бы ничего страшного, но вот когда есть вот эта отстрочка, и тут явно, что там обтачка такая, и вот эта строчка идет. Ну вот это мне не нравится. Мне кажется, в тканях принтованных, где это не стиль сафари, это не какой-то джинсовый стиль, да. Вот эта вот отстрочка, явно, которая функциональная, а не отделочная, вот она портит весь вид, она дешевит вид. Я бы предпочла, если уж другого выхода нет, вручную обработать. Да, кстати, тут нет выточки, да, а сидит хорошо. Ну, то ли она стоит так, но и дама размера плюс, поэтому надо присмотреться к этой выкройке. Ну, не знаю, сомнительно, что сидит хорошо, при том, что нет выточки. Это очень редко бывает. Либо это трикотаж. Креп, а, видите, из крепа, возможно, креп за счет своей структуры, он чем-то похож на трикотаж, возможно, поэтому и сидит хорошо. Ну, пройма нечеткая. Так, ладненько. Блузка и платье. Платье-рубашка, классика уже. Ну, весь комплект такой для вечера на курорте. Так, это платье. Принт, уже любимые листья монстеры, они уже как родные. Мы в Изюме делали, делали декор такой, ну, симпатичное платье. Мне нравятся плечи открытые. Такое не ах, конечно, ну, платье как платье. Вот здесь оно. И накидка поверх. Из чего она? Из хлопчатобумажной вуали. Ну, тоже для вечера, да, на курорте. Когда ветерок. Так, вот, свежий ветер. Детские изделия. Ну, что ж, детские платьица симпатичные. А это для мальчика, да? Вот, новички начинают шить с детской одежды. Правильно и делают. Так, ну, что еще тут? Это вот, что нам тут нравится? Это нравилось. Это понравилось. Ну, это блузки. Это вот, это очень понравилось. Это тоже очень понравилось. Ну, а остальное так, на любителя, скажем так. Вроде бы и классика. Ну, скучно, скучно. Я считаю, что если ты умеешь шить, то надо шить то, чего нет в масс-маркете. Ну, все, девочки. Вот такой получился, хотел сказать, комбинезон. Вот такой получился у нас обзор. Спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.